Господь, Господь Небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса и отче Тебе поблагодарить за то, что Ты дал нам Иисусу. Отче, мы хотим, мы поищем Его пришествие и мы хотим становить то, что относится к Него, к Царству, самое главное в жизни. Отче, прибыть с нами и благослови каждый из нас, чтобы в конце концов мы будем попасть в Твоем Царстве. Это, Отче, наше единственное желание. И пока мы ждем, мы умоляем Тебе, дай нам духовности, дай нам Дух Христова, дай нам, чтобы мы сможем устроить настоящее обоюдное отношение с Тобой. И дай нам победу против каждого исключения, каждого испытания, которое мы встречаем на нашем пути. Благослови Женя, здоровье Лида тоже. И, Отче, пусть мы будем смотреть дальше, чем Твой Жизнь, на тот чудесный день, когда Иисус придет. Рано или поздно, Отче, мы знаем, что Он придет. И даже если мы умрем, у нас есть тут чудесная надежда воскресения и вечности впереди. Открой, пожалуйста, в наших глазах, поскольку будем размышлять на исход 14 главу, где написано, как Ты спас свой народ. И мы знаем, что Ты до сих пор желаешь нам спасать. Открой в наших глазах, пожалуйста. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ладно, я хотел исход 14 главу, как Израилы пересекали Томное море. Вы знаете, как они убежали из Египта. И египтянам, конечно, позволяли сперва, а потом передумали. Ладно. В втором стихе. Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Кахировым, между Мигдолом и между морем, пред Валцифоном. Напротив его поставьте стан у моря. Скажет фараон, сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперло их в пустыне. Значит, то, что Бог хотел им дать, это совсем не совпадает с человеческими мудростями. Потому что это кажется, что Бог вел им на тупик, на тупик, без выхода, между Мигдолом и между морем. Иногда, как Бог ведет нам, кажется тоже бессмысленным. Господи, зачем ты это делал? И кажется чаще всего, что из жизни какой-то тупик. Я не могу дальше, ни туди, ни суди, ни туди. А что значит Пи-Кахиров? Это означает на еврейском род свободы. Род свободы. Значит, что там, пред Валцефоном, это какой-то, я представляю, если Вал, это какой-то местный идол. Мигдол, значит башня, это тоже, наверное, связано с идолопоклонством. Там был Пи-Кахиров, род свободы. Значит, Бог ведет человеку на тупик. Рано или поздно, мы все умрем, мы все лежим на кровати, зная, что это вот тупик, это вот конец. Но это нет, это тупик, да, по-человечески. А Бог ведет человеку туда, чтобы спасать. Конечно, мы только это понимаем в контексте Израилья, в этом случае, попозже. Мы смотрим обратно на историю. Да, мы понимаем, почему Бог это делал. Почему фараон считал, охо, они в тупике, они заблудились совсем. Они не знают, куда, хорошо, сейчас, точно, они в тупике. А Бог вел им туда, очень часто, в частности, Исайя, тот же Псалтир, написано, что Бог построил дорогу для им через себя, сквозь море. Он это делал. И это, конечно, как Бог всегда с нами делает. Потому что закон Моисеева несколько раз написано, что вам должны оказать милость и благодать тех в рабстве или чужеземне и так далее, но и на стране, потому что Бог вам спас из-за Египта. То есть, когда они шли сквозь море, как Павел писал в 1 Коринфянам 10, это, как говорится, крещение, наше крещение, как Бог вел нам из этого мира. И чтобы дальше мы не смотрим с глазами мирские, так как раньше. И написано, что Бог вел им через то облако. И то облако до таком степени толстый, что когда то облако, тот столб облачный стал между Израилем и Египтянами, значит, что они шли совсем по веру, зная, что тот столб, это да, это ангел Господний, а через это нельзя видеть, только доверять Богу, что Он меня ведет, хотя я не вижу куда. Я-то, конечно, веру, хотя даже для тех, которые не верующие, это все равно, они считают, что они очень умные, как-то планировали свою жизнь, но фактически нет. Фактически нет. Они все равно не видят, куда они в жизни. Мы тоже не видим, но у нас есть то ощущение, что Бог мне ведет. Пятым. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал и обратилось сердце Фарона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Что это мы сделали? Но это написано столько раз, что это Бог, который им отпускали с Египта. Это Бог, который работал на Фароне, чтобы он им отпускал. А здесь написано, что мы сделали. Что мы сделали? Это Фарон, который это делал, добровольно. А Бог и тоже через тот человек работал, действовал. Так как с нами. Мы хотим иметь мягкое сердце, открыто к Богу. Хорошо. Удаст дальше. Мы хотим как-то ожесточить сердце. Хорошо. Бог и тоже будет наше сердце и тоже ожесточить. В шестом стихе. Фарон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой. И взял шестьсот колесниц отборных. Все колесницы египетские. Можно задать вопрос. А я думал, что все лошади уже умерли при казне. Так написано. Читая казнь на Египет, понятно, что все лошади уже умерли. А откуда тогда у него лошади? Есть разный ответ к этому. Я предпочитаю такое. Что в каждом казне Бог оставил какое-то уменьшество. Хотя он сказал, что все, допустим, лошади умрет из разных казней. А всегда остался какой-то остаток. Чтобы даже Египет показать, что у меня есть благодать. Мы знаем, как Павел писал к римнянам, что остаток, факт того, что Бог всегда останет какой-то остаток, это знак его милости, его благодати. Но они не хотели обратить внимание к этому. Ладно, в восьмом стихе. Я жасточил Господь сердце фараона, царя Египетского. И он погнался за сынами израильевыми. Сыни же израильевы шли под рукою высокую. Что значит? Израиль шли под рукою высокую. Я понимаю, что это рука Божья. Несколько раз дальше в Библии написано, что у Господня есть очень высокая рука. А что Бог сказал Моисею? Поднимай руку твой. И вот тот маленький червежцевский руку, который Моисей поднял, это был какой-то символ. Тот высокий рука Господня. Рук означает то, что мы делаем. Наша попытка делать в жизни. О мой, в жизни. Как мы делаем. Значит, если для Моисея его рук получается тот высокий рука Господня. Если мы кое-что пытаемся делать для Господа с нашими силами, если мы упываем на него, значит, наша рука получается его. И Бог очень высокий поднял тот руку. Представайте, тот рука Моисея. Маленький такой. Поднял. И вот это высокие написано. Рук Господня. Десятый. Фарон приблизился к сыне Израильева, оглянулись, и вот эгиптяне идут за ними. Они видели бы, ну, прах и так далее, там пустыня, колесницы и лошади. И весьма устрашилась, и возобили сыне Израильевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Эгипте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами? Выведи нас из Эгипта. Увидимся здесь, как у человека может быть и вера, и неверие. На одном и тот же момент написано, что они возобили к Господу. А то же самое сказали Моисею, а зачем ты это делал? Двенадцатый. Но это ли самое говорили мы тебе в Эгипте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем эгиптянам, ибо лучше быть нам в рабстве у эгиптян, нежели умереть в пустыне. Кажется, вера нуля. Но они тоже в 10 стихе возобили к Господу. Помните тот человек, который сказал Иисусу, я верю, а помоги, мои неверия. Это мы часто видим. Даже с Моисеем сам, когда он убежал из Варона, когда ему 40 лет, написано, что он убежал, потому что он боялся царя. Но в Мозавете написано, что он убежал и не боялся царя. Значит, у него и вера, и неверия. В одном и тот же момент. И это прекрасно, к сожалению. Это наше положение. Ну, Бог смотрит, кажется, на положительном. Потому что Псалтир в 77-м. Вот Псалтир написано, что Бог вел им, и они не устрашились. Здесь написано, они устрашились. Так как вера и неверия. На одном и тот же момент, и тоже страх, и не страх. На одно и то же время. Я очень люблю Библию, потому что это все как-то психологически верно. Это так с нами. У нас есть и вера, и неверия. В одном и тот же момент. И то, что я очень жду, не дождусь в Царстве Божьем. Наша вера, наше отношение с Богом будет чистой, сто процентов. Да, иногда люди говорят, ой, у меня вера, я сто процентов верю в Господи. Я всегда думаю, сто процентов. А ты еще человек. Так и нет. Итак, зачем они напуганы? Вот, устрашились. О, египтянин за нами. У египтянин было 600 колесниц. А сколько народ израильтян? 600 тысяч мужчин. Я думаю, что цифра 600 немалозначительна. 600 колесниц. О, вау, 600 колесниц. Даже если 3-4 человека в одном колеснице. Это пара тысяч. У них 600 тысяч мужчин. А когда они видели египтянина, ой, устрачивались. Почему? Потому что у них был менталитет все равно из Египта. Они боялись египтянина. О, египтянин, того я боюсь. Тем более, у них, конечно, были всякие доказательства. Тем более, после Пасха, когда все первенцы умерли в Египте, что Бог на самом деле с нами. Видите, менталитет человека всегда устрашивается. И они спорили с Моисеем, что мы даже вам сказали, что мы не хотим с вами. Мы предпочитаем, в 12 стихе, быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Оставь нас. Пусть мы работаем, египтян. Столько раз написано, что Бог ввел свой народ из Египта. И сейчас вы понимаете, почему это на самом деле так, что Бог им ввел. Его рук как-то им взял и вон отсюда. Давай со мной. Это тем более чудесно, потому что они сами это не хотели. Они сказали, ну, в 12-м, оставь нас. Пусть мы работаем, египтян. Это не написано раньше в исходе, но здесь написано. Это так, как мы, наверное, когда мы были в мире, не хотели, не хотели к Богу. А Бог хотел. Это не так, что мы такие духовные поискали Бога, и Бог тогда обратил внимание. Ой, Олег Данкен, как-то он мне поищет. А, хорошо, я с ним работаю. Нет. Мы как-то не хотели. Он нам взял. Поэтому столько раз написано, Псалтия, Исаия, что Бог взял свой народ из Египты очень сильной рукой. Почему он это делал? Потому что он им просто любил. Это благодать. Они не хотели. Тем более, Езехилия, 20-я глава, я в прошлой неделе, по-моему, напоминал, написано, что они взяли с собою идолов египтянских. Степан, об этом и тоже говорил, когда он цитировал Амос 5 главу, что они взяли с собою не только скинье Господне, а тоже скинье Малоха через пустыни. Они очень слабы. Но Бог им хотел спасать. И это должен окончательно решить всякие сомнения, которые у нас есть. Разве? Я на самом деле буду в Царстве Божьем. Буду ли я в Царстве Божьем? Я такой слабый. Правильно? Ты слабый. А здесь мы видим руку Господня. Я хочу тот народ для себя. Поэтому написано столько раз, что это было великолепное спасение. Великолепное то, что они даже это не хотели. Вы почитали рабство. Опять, видите, менталитет человека, что человек вообще предпочитает быть в рабстве. Это как человек вообще предпочитает. Свобода. Да, по идее все говорят, что да, я не против свободы. Да, я очень хочу свободный образ жизни. Предлагаешь, тут свобода окончательная, истинная свобода, которая есть во Христе. Ой, да нет, мы предпочитаем в рабстве. Человек, к сожалению, имеется такой клонность к рабстве. В рабстве я как бы чувствую себя безопасно. Главное, это в рабстве. Но я знаю, что мне надо делать. Надо строить кирпичами за кирпичами. Все. Оставь меня. Вот человек очень интеллигентный. Все равно. Тот менталитет в рабстве это часть нашей природы. Это наша клонность. И мы это видим по всему миру. Народ предпочитает рабстве. Они все говорят, что ой, нет, нет, мне интересует свобода. Так, дальше. Штенадцатом стихе. Господь будет поборать за вас, и вы будете спокойны. спокойны значит тища еврейского. И это то же самое возле стены Ерихона. Бог сказал то же самое. Я буду для вас поборать, а вы будете тишнее. Спокойно здесь переведено. Значит, то, что мы здесь читаем по поводу исход сквозь море, повторился в принципе столько раз в истории Израильева и повторяется и в нашей жизни. Ой, я в тупик. Жизнь, в моем жизненном ситуации кажется тупик. Это очень дуракская ситуация, где я нахожусь. Хорошо, и дальше будет на смертном постели. Ой, я в тупик. Да, мы все будем в этом тупике. Все будем. Но это пи кахиров род свобода. Это через это, что Бог ведет человека дальше на настоящем свободе. В 15 стихе «И сказал Господь Моисею, что ты вопьешь ко мне? Что ты? Я понимаю, что это Моисей. Моисей, зачем такой вопль о тебе? Но это не написано, что Моисей как-то запил, как-то кричал на Господа. Видимо, он это делал, хотя по благодати Бога это не записал. Господь сказал тогда Моисею, что ты вопьешь ко мне? К Евраям 11 написано, что Израил шли сквозь море и спаслись от Эгипта ради веры Моисеева. Ради его веры, не ради своей веры, а ради веры Моисеева. У него была вера или нет? В Евраям 11 написано, что ради его веры. веры. А здесь видимо, что он коляблся. Он кричал Господу, зачем это? Зачем ты положил нам тупик? Зачем? А видите опять, как у человека есть и вера, и не вера. К сожалению, на одном и тот же момент. мы это знаем из нашей собственной ситуации, из нашей собственной личной опыте. Но это тоже помогает нам иногда с братьями, с сестрами, которые иногда думают, ой, вообще, я не знаю, верит ли она? Он вообще верящий или нет? Кажется, нет. Ну да. Может быть, что человек вообще поступает как неверящий, но это не означает, что у него нет веры. Это как-то помогает нам терпеть друг другом. Или когда там написано, что Бог сказал Моисею, что ты вопьешь ко мне? Наверное, Моисей прямыми словами ничего не сказал Господу, а Бог смотрел на его сердце и понял, да, ты как-то накричал на меня, правда, Моисей? Потому что Бог понимает наши отношения, наши чувства внутри, наше мышление, Он понимает как молитва. Иногда людей мне говорят, что я не знаю как молиться, дай мне какую-то форму слова, чтобы я могу прочитать молитву. Нет, ладно, можно дать, но я не очень к этому, потому что молитва Бог понимает, как твое чувство, как твое отношение, как твое мысль внутри, Бог понимает, принимает как молитву. Это, наверное, и тоже здесь, в этом случае. Салтир 76 интересно написано, что Бог вел народ через море, сквозь море на руках Моисея и Аарона. Они типа за Моисею шли. Я понимаю, что Моисей и Аарон были первыми. У раввинов, в смысле у евро, есть такой огромный спор. Ладно, кто первый шли на море. Это Моисей, согласно Псалтиру 76, это Моисей Аарон, прообраз Иисуса. Но это вера на самом деле. Потому что ладно, в 16 стихе написано подними жезл твой и простри руку твою на море. Его маленький рук стал тот высокий рук Господня и раздели его. И 21 простер Моисей руку свою на море. Гнал Господ море с сильным восточным ветром. Всю ночь стел море суши и раступилась воды. Кстати, в Израиле написано было 600 тысяч мужчин. Получается, что с женщинами, детьми, сколько человек даже, 3 миллиона, 4 миллиона, очень многие. Они шли сквозь море в этой ночи, потому что дальше написано, что когда уже утро, море вернулся. А как двигать вот столько, ну, пара миллионов человек сквозь море? Значит, что очень широкие. Они несколько тысяч вот линиях, чтобы попасть через море до утра. Представляем, значит, что это чудо было на самом деле огромное. То есть это не был узкий путь, очень широкий, чтобы им поместить. И тем более написано, что сразу когда они все были на другом сторону, море вернулся, и эгиптяне умерли посередине моря. То море вряд ли больше чем один километр. Представляете, как голубые. Последний израиль шел на берег. Воды вернулся, и эгиптяне умерли посередине. Если тот море не больше один километр, значит, если они умерли посередине, значит, пятьсот метров между ними по максимуму. Поэтому Бог сказал им тех эгиптяне, которые вы видели сегодня, вы дальше не видите. Они видели эгиптяне. Они так близко. Это вообще чудесно, чудесно, чудо господня. 18. И узнают эгиптяне, что я господ, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его. Эгиптяне, то есть те, которые остались в Эгипте, разве они узнали, что я господ? Вряд ли. я думаю, что здесь мы видим намерение больше, что через это в потенциале они все такие мне узнают, что я господ. Так как написано, что Бог желает, чтобы весь мир спасли Спой, но они не будут. То есть Бог делает потенциал для людей, для эгиптян узнать, познать, что я господ, но они это делали. Нет. Большинство они делают. А мы, которые это делали, я не говорю, что мы такие молодцы, что мы такие хорошенькие, но это так, что это дал бы Господу огромное удовольствие, чтобы по крайней мере кто как-то реализировал тот потенциал, который я как-то открыл. значит, крещение для нас похоже на то, что они шли сквозь море. Бог нам спас. Он, который верует, и креститься будет, спасем будет. Вот так. И столько раз тот момент исторический спасения Израиля на Чемном море повторился в принципе. Столько раз написано, что так как Бог спас Израил через море, так он, допустим, Давид спас дальше. Принцип о том, что мы здесь встречаем, допустим, что только когда ты в тупике, Бог будет тебя спасать. Например, факт того, что Бог ведет нам кажется как без логика. По человеческому логику нет. Это повторается в жизни. Тогда тот историй, это не мертвая история, это живая история, которая повторается в принципе каждой жизни. 28-м стихе. И вода возвратилась и покрыла египтянам, покрыла. Во время казни лягушки, саранчи и так далее тоже самое написано, что Египет как-то совсем покрыла с этими допустим саранчами логучки и так далее. И как написано в 28-м стихе не осталось ни одного из них. То же самое написано по поводу саранчи, что после этого казна все саранчи улетали в море и не осталось ни одного из них. То же самое написано. Значит, что тех казн должен как-то быть намек к Египту, что я могу даже сильнее делать и с вами лично, с людьми. Они это не хотели. Не хотели это. Намек взять. И с нами тоже. Бог всегда как-то очень мягкий как-то даст нам намек, что не надо так. Вот если так делаешь, вот так будет. Сколько раз. 31. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господ на египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу ему сей, рабу его. А как долго поверили Господу? Незадолго. после 3 дня воды нету, еду нету, как мы хотели развернуться в Египте. А здесь написано, что поверил Господу. Народ поверил Господу. Боялся народ Господу. Страшно. Но это за момент. Это только сколько часов? 24, ну пара дня. Может быть, что у человека есть какой-то пик веры, духовности. Но это опять ужасная клонность, которая у нас есть как человека. Имеет очень интенсивную веру и духовность на одном моменте или какой-то промежуток времени. Один день, пару дней, наверное, недели. То, что Бог хочет, это, конечно, стабильность в отношении к нему. Израил является, в принципе, главным примером, как не должен быть. Мы хотим иметь такую стабильную веру. Не просто иногда, что я сейчас верю, ой, господи, я верю. Я почему-то очень не люблю этот подход 50-ников, что ой, мой церковь, это воскресенье, ой, господи, как я тебя люблю, ой, 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 на языках, и так далее. Это дело не в этом. Это постоянство веры. Не на каком-то пик, на каком-то кризисе, что ой, я верю, ой, как я верю в Господу. Наверное. Но Израил имели такие пик, и потом не спадали. И нам придется молиться, чтобы не было бы таких. И конечно опять мы так как первенцы, которые не умерли, которые не умерли на Пасху, которые вышли бы из дома, смотря на тот кровь Агнса на столбе, на дверях в принципе, и думали бы вау, тот Агнса, который я как раз покушал, и ради кров этого Агнса я жив, я не умер. И Павел писал к Евраяму 12 главу, что мы являемся церковь первенцем, потому что мы все такие первенцы. И тогда с таком благодарностью мы возьмем эти символы, мы кушаем символ Агнса, так как они кушат Агнса. Давайте тогда помолимся за хлебом. Саша Козловский смолишь пожалуйста за хлебом? Иисус Христос, что Ты объединяешь нас всех, как зерно объединяется в хлебе, так и Ты нас объединяешь в вере. слава Всевышнему Богу за милость, которую Он оказал для всех нас. Аминь. Вот это символ Его тела для нас ломим мило. Ломим мило. Что я слышу как жилько? Давайте тогда за чашу. Олег, сможешь, пожалуйста? Отец наш Тебесный, Владыка, от века до века Ты Бог, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя как горы Божия и судьба Твоя бездна великая. Боже, благодарим Тебя за Твою такую величайшую милость и милосердие к нам, оказыванную из всего мира, что Ты призрел на нас, помиловал нас, пожалел и сделал то, что нам было даже немыслимое, что Ты нам простил нас и дал нам понятие того, что мы можем вечно жить. И та кровь, которую Иисус пролил на кресте, величайший символ. И для того, когда мы принимаем, берем чашу в наши руки, мы должны с благоговением принимать это, оценивать и сознавать, что Иисус это сделал осознанно. Наш Господь добровольно, бескорыстно исполнил то, что Бог хотел, чтобы эта воля была его исполнена. И этот нашелся человек, который исполнил эту волю. Сын возлюбленный нашего Бога Великого, он сделал это возможным. И теперь мы таким благоговением, радостью принимаем это, вспоминая, что Иисус умер за нас, чтобы нас избавить от всякого беззакония и очистить Тебя на руках особенной ревности к добрым делам. Благодарим Тебя за это ответственность, славим Тебя, хвалим в сердцах наших жизней, поведением наших и нашим искренним желанием прибыться от Твоего. Слава Тебе Великой Великой Веков, во имя Иисус, аминь. Это вот символ Ерукров. Уезжение сможешь для нас закончить? Да, конечно. Отец Наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы табу движемся, живем и существуем благодаря Силе Твоей и Слову Твоему. Ибо по Слову Твоему мы сотворены и Ты образовал, создал землю для жития, чтобы человек вечно жил на ней. Мы благодарим Тебя за Спасителя нашего Иисуса, через Которого Ты осудил грех во плоти, и через него также смерть не могла удержать его в могиле, ибо он победил грех. Спасибо Тебе за эту великую победу, которую Ты даровал нам через Иисуса. Ибо мы знаем, что придет такое время и смерти не будет. и мы воскреснем для новой и вечной жизни. Спасибо Тебе за эту милость. Спасибо Тебе за милости, которые будут в будущем, ибо мы в надежде ожидаем нашего Спасителя Иисуса, Которого Ты создал Бог для человека и даровал его нам. Спасибо Тебе за все, что делается. Ибо мы научаемся от Тебя. Видим все, что происходит, и все происходит только по воле Твоей. Мы знаем, что всему скоро наступит конец. И мы, если умрем, мы живы у Тебя. Если мы умираем, и мы живы будем в пришествии, мы живем только для Тебя, Отец. И сейчас благоприятное время, пока Иисус находится перед престолом Твоим и молит за людей, которые действительно верят Тебе, верят Твоему Слову и верят Исполнение Твоему Слову. Это Слово Твое, которое сказано раньше, оно исполнится в будущем. Спасибо Тебе за эту милость, но когда Иисус спустится, Он придет для суда. Спасибо Тебе за все, Отец. Мы ожидаем Его, ибо суды Твои угодны для нас. Мы понимаем все, и мы ожидаем суда. А сейчас услышь нас с места обитания Твоего через Иисуса. И пускай наша молитва войдет пред светлое лицо Твое. Услышь нас. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.